Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Роман Викторович, уважаемый Валерий Васильевич. 10 мая президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил Романа Викторовича Бусаргина временно исполняющему обязанности губернатора Саратовской области. Роман Викторович, урожение Саратовской области, имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти региона. С октября 2020 года он занимал должность вице-губернатора и председателя правительства Саратовской области. За это время Роман Викторович рекомендовал себя грамотным и профессиональным управленцем, хорошо знающим и неравнодушным к проблемам своих земляков. Уверен, что знание и опыт позволят Роману Викторовичу своевременно и качественно решать задачи, поставленные руководством страны по общественно-политическому и социально-экономическому развитию региона. Уважаемый Валерий Васильевич, хочу вас поблагодарить за многолетний добросовестный труд. Убежден, что ваши опыты и знания будут востребованы и в дальнейшем на благо жителей Саратовской области. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, я убежден, что под руководством Романа Викторовича Бусальгина Саратовская область достигнет хороших результатов при поддержке реальных подразделений федеральных структур, региональных органов власти, местного самоуправления, руководителей реального сектора экономики и представителей гражданского общества. И я желаю Роману Викторовичу успехов в работе. Президент Владимир Владимирович Путин оказал мне высокое доверие, назначив временно исполняющим обязанности губернатора. Это большая ответственность. Я обязан создать все необходимые условия, чтобы регион продолжал развиваться, чтобы точки роста давали эффект для экономики и, самое главное, для людей. Обеспечили их благополучие. Открывали новые перспективы, укрепляли уверенность в завтрашнем дне. А это рабочие места, современные соцобъекты, достойный уровень жизни. Также для меня крайне важно, чтобы Саратовская область с ее огромным промышленным кадром, инвестиционным и природным потенциалом стала одной из самых привлекательных территорий страны. Причем для всех поколений, включая молодежь. Еще раз выражаю слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину, сделаю все возможное, чтобы максимально эффективно использовать поддержку главы государства и федерального центра. Наша общая цель – это люди. Как я уже говорил, главный потенциал Саратовской области – это ее жители. Спасибо. Прежде всего, хочу поздравить Романа Викторовича с доверием президента о назначении исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. Это большая ответственность. Я давал только положительные характеристики. Но и, конечно, это доверие к региону прежде всего, потому что впервые обеспечивается практически преемственность власти. Желаю динамичного развития нашей области под вашим руководством и прошу всех уровней власти помогать, а не смотреть со стороны – получится, не получится – это неправильно. Было время, слышал от разных источников. Стиль управления Радаева слабый и несомстоятельный. Потом я таких коллег приглашал в правительство поработать. И поработав какое-то время, они просто таяли, как снег. Поэтому стиль такой. Но на чем она основывается? Когда порядочность и человечность считают слабостью, это ошибочно. Для меня приоритет всегда был и остается человек, слышал и слушать буду людей. Желаю всем успехов. Спасибо. Я уверен, что эта работа будет эффективно продолжена. Что было обращено внимание, это естественно, что сейчас это новые задачи, новые люди. Это персональная ответственность за развитие региона и учет политической обстановки. Конечно, очень важна работа с людьми, больше встречаться с ними, больше видеть их чаяния и проблем. Потому что работа главы государства направлена в первую очередь на то, чтобы решать проблемы жителей региона и делать их жизнь лучше. И мне кажется, что у Романа Викторовича есть хорошая для этого база, хорошее основание. И я уверен, что все у него получится. Роман Викторович, скажите, пожалуйста, какие первые шаги планируете предпринять в работе? И вот регион не раз проваливал программу по переселению из ветхого аварийного жилья. Есть ли какие-то планы? С точки зрения новой стратегии и работы, принципиально мы рассматриваем возможность изменения структуры правительства. Потому что я считаю, что должно быть едином начале совмещение должности председателя правительства и губернатора. Плюс к этому всему планируется разработка и такие указания уже даны по разработке краткосрочной программы экономического развития. Потому что мы сейчас четко понимаем, в какой стадии мы находимся, какие происходят процессы и как из этого региона с точки зрения промышленного потенциала и человеческого потенциала выйти. Ключевые аспекты и ключевые слова, которые будут в моей работе и в работе правительства, команды правительства. Первое – это человек. Все, что связано с человеком, будет реализовываться незамедлительно. И на это будет обращено особое внимание. Сюда входит огромная сфера и здравоохранения, и рабочие места, и уровень заработной платы, который существует в регионе. Второе – это здоровая экономика. В прошлом году команда правительства уже вышла на другой уровень, и мы закончили бюджет впервые за 10 лет с профицитом. И третье направление – это доверие власти к власти населения. Здесь работу мы тоже уже начали, потому что власть должна быть доступной, власть должна работать по-другому, реагировать на жителей, реагировать незамедлительно. Поэтому вот эти три приоритета, они станут основой работы правительственной команды. П. Роман Георгиевич, про программу переселения? Мы один из девяти регионов, который закончил программу раньше. На сегодняшний момент ведется работа по реализации уже новой программы. Это дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года и на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что такого не будет. Более того, еще раз подчеркну, мы один из числа девяти регионов Российской Федерации, которые закончили программу раньше. Продолжение следует...